Добрый день дорогие наши друзья, наши подписчики и просто телезрители! Канал Добра и Позитива приветствует вас сегодня 29 января 2013 года здесь в Москве, в России на нашей розовой кухне. Итак, сегодняшнюю передачу я бы хотел назвать «Успешные люди». Много было отзывов, много было вопросов, много было комментариев от вас, просили рассказать как добиться успеха, как в 25 лет купить BMW 6 серии, много разных всяких, ну таких скажем так, абстрактных каких-то вопросов. Я это все подвел под одну черту, под одну линию и назвал сегодняшнюю передачу «Успешные люди». Вот даже написал шпаргалку. Сейчас я попытаюсь прояснить и дать ответ, может быть, на какие-то, скажем так, важные, интересующие вас вопросы по жизни. Потому что я прекрасно понимаю, что основная моя аудитория это молодые люди, которые учатся сейчас, получают образование, которые стремятся чего-то добиться в жизни, получить какой-то, ну я не знаю, результат от своих там навыков, учений и всего остального. Ну давайте, попробуем в этом разобраться. Я еще раз говорю, то, что я сегодня буду вам рассказывать, абсолютно не каждому это может подойти. Я отчасти буду рассказывать свою историю, да. Не знаю, попробуйте применить ее на себя, как она там вам, подойдет, не подойдет, я не знаю. Итак, начали. Успешные люди. Я все это дело, как бы, разнес по некому плану на пять позиций. Значит, первая позиция, я считаю, она основная. И я пришел к ней буквально недавно, может быть, там год или там чуть побольше назад. Я ее назвал интуицией. Конечно, когда человек молодой, и когда там девушка молодая, которая там учится, там все остальное, она еще об этом не понимает. Она делает какие-то шаги, или молодой человек там делает какие-то шаги, не понимая этого, да. Но вот первый, первый, основной ваш, как бы, инструмент для достижения успеха в жизни, это интуиция. Интуиция. Она есть у каждого. Просто у кого-то она ниже, у кого-то она выше. Как правило, у женщин, у, как бы, у девушек, она развита больше, чем у молодых людей. Ну, это связано чисто по физиологии, потому что женщины, они по природе, ну, как бы, мамы, да. То есть, они, вот, у них интуиция больше развита. Мы, как бы, да, мы завоеватели, мы, по сути дела, разрушители, да. Но она в мужиках тоже есть, но немножко поменьше. Итак, как достичь максимальной интуиции? Да очень просто. Опять же, говорю на своем примере. Во-первых, нужно убрать всю агрессию в сторону. Всю агрессию в сторону. Вообще, как, грубо говоря, опять же, у нас же канал Добра и Позитива не просто так. То есть, я не просто какой-то там, да, то есть, я, соответственно, вам говорю все свои истории, как бы, на личном, жизненном опыте, да. Убирайте всю агрессию вообще. Не желайте никому плохого там и все остальное. То есть, агрессия минус. Оружие минус. Всякие там, ножи в карманах, все остальное. Это надо все убирать. И тогда у вас просто, ну, я еще раз говорю, начнется некое просветление в вашей голове и появится интуиция. Как вы почувствуете, что она появилась? Да очень просто. Например, вы проснулись с утра, и вам, например, нужно там сегодня что-то сделать. И вы так сами себе внутренним голосом говорите. Не, 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 что-то сегодня не пойду. Не, не смогу, не сделаю. Не, не, не. Вот первое, то, что вам приходит в голову, вот это и есть ваша интуиция. А вы себе говорите, да нет, надо же, как же так там, я пойду и сделаю это сегодня. Вы идете, у вас это не получается. Это вот простой банальный пример, каждый наверняка себе там, может, в себе это может вспомнить в своей жизни. Вот развивайте свою интуицию. Первое. Минус агрессия, минус оружие, позитив, добро. Вот это вот первый пункт. Можно потом будет еще, если хотите, там, пишите в комментариях, подписывайтесь, кнопка где-то здесь. Я буду отвечать по возможности каждому. Значит, второе. Очень важный, важный как бы пункт. Я его назвал внутреннее спокойство. Ну, и это же называется уверенностью в себе. То есть, что бы с вами ни происходило, как бы у вас жизнь ни бросало, что бы у вас там ни получалось в жизни. Ну, я еще раз, я вот так вот абстрактно говорю, но вполне конкретные вещи. Вы должны быть внутренне очень спокойны. Вы должны сами себе сказать, что да, я сильный, я могу, я сумею, я уверен, я это сделаю. То есть, у вас должно быть, ну, грубо говоря, внутренний стержень. Так? И вот это вот все называется внутреннее спокойство. Когда человек в покое, спокоен, уверен в себе, он многое может достичь. Это вот второй пункт. Третий пункт. Это цель. Вот не первый пункт цель, а третий пункт цель. Когда вы спокойны, когда у вас развита интуиция, у вас появляется цель. Потому что у вас голова светлая, разум свободный. Понимаете? И вы себе ставите цель. Ага, цель какая? Ну, у всех она разная. Кто-то хочет стать там мамой, кто-то хочет закончить институт, кто-то хочет иметь кучу бабок, да? Цель абсолютно разная. Но вот цель, самая главная цель, это вот, как бы это сказать, наши мысли, да? То есть вот мы мысли. Вы знаете, что одна вещь, которую в жизни нельзя ни за какие деньги купить? Одну. Это ваше желание и мысли. Все остальное практически продается. А вот ваша энергия мысли, ваше, ну как бы желание, вот они все материализуются. Потому что вот сами опять же обратите на свою жизнь внимание, да? То есть вот вы, например, о ком-то думаете, хопа, и вам человек позвонил. Или там, например, вы там сидите дома и думаете, ого, вот бы там вот это, а потом хопа, и у вас это получается. То есть это вот называется как бы материализация желаний. Ваши цели, ваших мыслей. Это третий пункт нашей программы. Значит, четвертый пункт, как достичь успеха. Это окружение. Окружение, я подразумеваю, это ваш круг общения, с кем вы общаетесь. Это очень-очень важно. Понятно, на разных этапах жизни человека существуют разные как бы общения. Это студенчество, там школа, друзья во дворе, коллеги по работе. Но есть одно но. Есть одно но. Всегда старайтесь общаться с позитивными и с добрыми людьми. Вот это вот реально правило. Никогда не общайтесь с агрессивными, злыми и пассивными людьми, да, которые несут какой-то вот, ну, негатив, короче говоря. Вот он там такой, начинает там, грубо говоря, срать там друг на друга. Это сразу энергия минус. Вот. Общайтесь только с позитивными и с добрыми людьми. А они к себе притягивают вот как магнитом все-все-все хорошее положительное, да. Вокруг них вот вы можете сами даже, я не знаю, по телевизору многие там ведущие и все остальное там все. Вот видно, да, вокруг них все это роится, роится, бабки, бабки, запах денег и все остальное, да. Вот. Обратите внимание, ребят, это вот тонкие такие вещи, я вам сейчас говорю, да, но они очень важны в жизни. Я просто вот уже это через это уже немножко где-то проходил, я даже, может быть, час прохожу. Поэтому окружение, это общение с позитивными и добрыми людьми. А потом, в дальнейшем, они вам покажутся, и не покажутся, а будут для вас нужными людьми. Нужными людьми. Не надо их называть друзьями там, еще что-то такое. Окружение, окружение, окружение. Вот это вот очень важный пункт, четвертый. Ну и последний пункт, пятый. Если вы выполните все вот эти четыре пункта, вам реально повезет. Вот я просто, я вот по себе вам скажу, да. У меня тоже много разных всяких ситуаций в жизни было, да. Но я никогда не унывал. Хотя иногда бывало так плохо. И все равно вот как-то находил в себе силы внутренние, думаю, нет, смогу, нет, получится, все, и остальное. И вылезал как-то, и все было хорошо. Это и в бизнесе меня касалось, это и в здоровье меня касалось, и в семье касалось, и все остальное. Поэтому вот обязательно вот эти вещи нужно как бы делать. И еще один такой вот момент. Вот успешные люди. Вот все говорят, образование там, все остальное важно. Да, да, конечно, это важно. Да, знание языков. Все это, соответственно, важно. Это как некие дополнения к тому, то, что я вам сказал. Дополнения. Почему? Вот опять же, оглянитесь назад там. Ну, первое, что в голову приходит. Абрамович, да? Да он вообще двоечником был в школе, реально. Вы посмотрите, и чего он добился. Понимаете, да? И в политике, и в финансовом отношении, и в уважении в мире, и все. И весь мир его знает. А учился плохо. Поэтому тут вот это все очень-очень-очень все относительно. В плане учебы я имею в виду. Так что понятие успеха, оно вот лично для меня, значит, несколько другое, чем материальные блага. Это важно, но это не главное. Вот я только сейчас, к сорока годам, стал это понимать. Важно? Важно. Вот для меня лично самое. Хотя я себя считаю реально успешным, богатым человеком. Но не каким-то олигархом там, да, вознословным. А богатым именно внутренне и духовно. Вот поэтому я сегодня перед вами сижу и с вами об этом говорю. Я хочу, чтобы вы хотя бы там какую-то часть из этого, то, что я вам там наболтал, взяли для себя и применили, чтобы это вам в жизни пригодилось реально. Попробуйте, я думаю, что у вас получится. Опять же, никогда нельзя целью ставить достижение, например, деньги, да? Хотя без денег тоже, опять же, ну как бы нельзя, да? Но ставьте целью, например, там, условно говоря, вот как я, свободу передвижения. Ну, свобода передвижения это в моем понятии что? Это путешествия, поездки, перелеты, переезды, все-все-все, что с этим связано. Дураку понятно, что для этого нужны деньги. На отели, на билеты, там, ну все остальное. Но я себе ставлю цель не сидеть на месте, а двигаться. Понимаете? Вот как-то вот, понимаете, да? То, что цель нужно ставить более такую, ну, не то, что глобальную, а конкретную, большую, такую, вот такую, всеобъемлющую, да? И не бойтесь желать, не бойтесь, возвращаясь к третьему пункту, желание материализуется. Это правда, я вам серьезно говорю. Ладно, наболтал я тут вам всякого всего многое. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Постараюсь что-то еще, может быть, вам рассказать интересное, там, из своего опыта, там, все остальное. И будьте людьми, самое главное. Вот, вот, даже вот, не знаю, вот многое хочется вам сказать. Не хочу просто большие, делать длинные ролики, потому что, ну, наверняка кто-то и даже не досматривает их. Но цель одна. Добро и позитив. И когда вот это от вас будет, вы сами почувствуете, что к вам липнет хорошее, хорошее, все, приходит. И деньги приходят, и успех приходит, и слава приходит, и известность приходит. Ну, короче, все. Все, заболтал я вас. Все, ребятки, чоу, пока. Вот, 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 вот